друзья вчера вечером мне стало известно что ушел вечность ушел от нас ушел на небеса мой близкий друг один из самых близких друзей которые были у меня пастырь епископ национальный епископ церкви божией здесь в россии павел сергей чабашин поздно вечером уже и семья узнала позвонили сообщили закончил свой жизненный путь мы близко дружили многие годы мы сражались вместе сражались за храмы кто из вас знает что до сих пор и и мы в судах они в судах город судится с его церковью за 8 квадратных метров земли которые действительно их но путем всяких не буду вспоминать сейчас не буду говорить об этом жизнь так быстро пролетает на 58 году молодой но человек необычайный просто необычайный как друг как пастырь орловцы знают что дом постоянно каждый день больной здоровый полон людей люди приходили молился общался сам ходил кстати и все свои болячки заработал на строительстве храма упал с крыши получил вот это аутоиммунное заболевание которое потом выстреливала много-много раз в разных разных болезнях скорблю вместе с они с детьми с внуками братом сашей друзья жизнь летит кажется полтора года назад они приехали вдвоем саша его брат прилетел с америки приехали ко мне на юбилей мы радовались мы веселились мы были вместе столько времени проводили калуга от орла все 200 километров я заезжал когда был проездом много много общались удивительный человек верный честный это все знали широкой души гостеприимный я даже не знаю даже не знаю тяжело говорить что-то поэтому одно хочу сказать что он любил бога всем своим сердцем всем разумением всей своей крепостью служил ему у него была мечта достроить храм и запустить его мы вместе сражались вы помните когда бандиты наезжали на них мы тоже защищали как могли строим верим трудимся он настоящий друг который никогда не уходил в сторону вот какие бы времена трудные моей жизни не были в нашей церкви сюда приезжал всегда молился всегда звонил он за эти долгие долгие годы дружбы я я я знаю что бог просто меня благословил благословил многих не только меня благословил церковь в орле благословил церковь божию здесь в россии более сотни церквей многие пасторы любили его советовались обращались к нему я скорблю потому что это моя личная утрата мой самый дорогой самый близкий друг ушел ушел в небеса здесь много разных воспоминаний много радости было знаете одно хочу сказать вот из 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 личного до меня всегда поражало в нем как он преображался когда брал гитару и начинал петь старые песни длинные песни как он их запоминал я не знаю но он преображался его голос преображался все болячки куда-то уходили мы сидели за столом и пели прославляли бога это самое сильное вот то что ну для меня по крайней мере видеть как ты сидишь разговариваю с человеком потом он берет гитара начинает петь богу и он преображается что же делать с богатством и не снившимся очередь свалилась ответственность большая и бросил дело закупить земли жил он ненадеявшись на случай на полях трудился от цари до цари все вспыхал засеял и окучал землетельца друг не легал урожай и ненороды суховеет срача другая дечисть но слуга тот и не думал ждать пощады от природы он ее трудом решил очеловечить а другой купил кистей и краски и холста и красе земли бросая вызов он искал пропорции и смешивал цвета пани ели бился над эскизом но отреки был опаслив рассудительный скромен и богатство охраняя от расстрады помоялся он оставить цены слида в своем доме закопал его погружил он куда-то пробегли годы ручьями и вернулся тот кто раздал имение верным слугам в жизни каждого когда-то время настает дать отчет ошибкам и заслугам и на суд явился первым охраном и землетелец приумножившись свое богатство потом а другим явился скульптор живописец и умелец всем известным и поталантливым работам господин сказал спасибо верные друзья вам он верный и во многом верен а тебе скуга ленивый доверять нельзя выгнал вон его и запер дверь и сказал возьмите у него таланта дай тебе имеющему десять талантов его всякому имеющему даст и прудворца а у них имеющий одинцы то что он думает иметь скормлю очень сильно и от всей нашей церкви и от наших церквей в разных городах я знаю сколько еще присоединяться сегодня это тяжелая утрата для семьи для близких для родных тем более когда видели как он сражался последнее время был в москве поехал лечить ноги получил два инсульта воспаление легких вот и ушел врачи делали все что могли поддерживали давали адреналин чтобы сердце работало ну вот пришло время и он и он дома он сегодня у своего небесного отца там где намного лучше теплее где все что тебя окружает это любовь любовь божья где господь уже утер всякую слезу покойся с миром брат берегите себя берегите родных берегите ваших пастырей благослови вас господь красавица второе из на Greg г Продолжение следует...